Толкование на откровение Иоанна Богослова Кассета 2 10.7 Весть о завершении тайны домостроительства спасения Называется благовестием по причине покоя и блаженства Которые имеют наследовать праведные Для нечестия уже труба седьмого ангела Возвестит конец лета благоприятного И начала суда и вечных мук Для них это будет страшная весть И голос, который я слышал с неба Опять стал говорить со мною и сказал Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела Стоящего на море и на земле 10.8 Святой Иоанн слышит здесь голос, который он уже ранее слышал Это был голос некоторой высшей ангельской силы Стих 4 С неба Он повелевает святому Иоанну подойти к ангелу Стоящему на море и на земле И взять у него раскрытую книжку То есть принять разумение содержания книжки И всего явленного ему в этом видении 10.9 Я пошел к ангелу и сказал ему Дай мне книжку Он сказал мне Возьми и съешь ее Она будет горька в очреве твоем Но в устах твоих будет сладко, как мед И взял я книжку из руки ангела И съел ее И она в устах моих была сладко, как мед Когда же съел ее То горько стало в очреве моем Интересно Иди на себе представить Как маленький человек Иоанн Подходит к ангелу Этому громаднейшему голосу Поставившему одну ногу на море Другую на сушу И дерзновенно просит и принимает От ангела книжку Да и книжка эта Казавшаяся маленькой в руке ангела колоса Не была ли весьма велика для человека Иоанна Но по небесному повелению святой Иоанн делает это Так мало и ничтожны И мы по слову и обетовании Божия Можем приступать к великому и важному Ты мало человек Призываешься вкусить и познать Великие таинства и благодеяния Божие Грешный по небесному глазу Приступает к святому Земной К небесному Святой апостол Иоанн переживает здесь Нечто отличное от того Что имел ранее До этого он все откровения Воспринимал глазами Видения И ушами Слышал голос и речи Теперь же он призывается Получить пророческое видение Посредством вкусового ощущения Ибо должен Не прочитать книжку А съесть ее Это подобно тому Как и древнему пророку Стало во чреве его Что это означает Через действие книжки В устах и чреве пророка Открыто было Было и различное Первое Сладким было содержание книжки Лишь для уст При восприятии Но при дальнейшем усвоении Когда оно стало ясным Святому Иоанну в подробностях То стало горьким Второе Это указание на то Что содержание книжки Было отчасти сладким А отчасти горьким В ощущении сладости Указано отношение Пророка Иоанна к Богу А в ощущении горечи Его отношение к миру Смотри Исаия 6,7 Иеремия 1,9 1,1 Коринфянам 6,13 Более же всего этого Разумеется Случившееся с пророком Надлежит так Уста святого Иоанна Означает пророка Как пророку ему сладостно было Получить новое откровение Как сладки гортани Мои слова твои Лучше меда устам моим 118,103 Но для чрева Для чувств Для человека Иоанна Это горько было познать Содержание этого откровения Говорящего о великих наказаниях И мучениях Ожидающих людей Еще нечто сокрыто в этом Не зрением и слухом только А самыми ощущениями Дается святому Иоанну познать Действие греха Когда вкушаешь Совершаешь грех То это бывает сладко Но горькие последствия От греха Вот сладость греха блудника Сладко ему удовлетворять Свою похоть Но горькие последствия Разрушенные семьи Слезы Аборты Безотцовщина Сладкие пьяные ночи Но горькие плоды Зачатия В пьяном состоянии Наполняется мир Слаборазвитыми Порочными Дебильными Сладко было во рту Горько во чреве А вот другой грех Сладострастия Сладко во рту Роскошная и жирная пища Но горько во чреве Тяжести и боли От объедения Непомерная Бременяющая Тучность Болезни Плотские страсти Низменные Наклонности Сладкие Пляски Увеселения Зрелища Но горькие Тошны Их последствия Избави нас Господь От всех этих Сладостей Дабы не вкусить Их горечи Десять Одиннадцать И сказал он мне Тебе надлежит Опять Пророчествовать О народах И племенах И языках И царях Многих Эти слова Сказанные Святому Иоанну Могут быть по-разному Понимаемы Во-первых Это означает Что Видение ангела Клявшегося Что после Седьмой трубы Времени уже не будет Не последнее Святому Иоанну Надлежит Получить Еще раз Откровения О судьбах Многих народов Племен Языков И царей мира Эти откровения И записаны В дальнейших главах Во-вторых Это означает Что Не тотчас же После того Как святой Иоанн Получит Все откровения На острове Патмосе Все видено И слышно Им Исполнится Многие Первые Христиане Считали Что Весьма Скоро Все должно Будет Уже Исполнится После получения Откровения На острове Патмосе Святому Иоанну Надлежало Еще Пророчествовать Еще Проповедовать Народам И в частности Написать Еще свое Дивное Евангелие Есть Еще Иное Таинственное Понимание Этих слов Святая Церковь Содержит Такое Предание Что Когда Настало Время Отшествия Апостола Иоанна К Богу Он Удалился За пределы Ефеса С семью Своими Учениками И поверил Приготовить Для себя В земле Крестообразную Могилу В которую Лег Сказав Ученикам Чтобы Они Засыпали Его Землей Ученики С плащем Целовали Своего Любимого Наставника Но Не решаясь Слушаться Исполнили Его Повеление Они Закрыли Лицо Святого Платом И закопали Могилу Узнав Об этом Остальные Ученики Апостола Пришли К месту Его Погребения И раскопали Могилу Но Ничего В ней Не нашли Каждый Год Из могилы Святого Апостола Иоанна 8 Мая Выступал Тонкий Прах Который Верующие Собирали Исцелялись Им От болезней Так Возникло Мнение Что Апостол Иоанн Собственно Говоря Не умер Обычной Смертью И что Ему Еще Наблежит Кончину Века Ко Времени Антихриста Снова Прийти В мир Опять Пророчествовать Еще раз Исполнить Служение Пророка И препятствовать Прелестям Антихриста А потом Уже Претерпеть Истинную Мученическую Смерть Глава Одиннадцатая Первое В чем Выразилось Дальнейшее Пророческое Служение Святого Иоанна Было Поручение Ему Измерить Храм И Дана Мне Трость Подобную Жезлу И Сказано Конструкция Этого Выражения На Греческом Музыке Несколько Своебразно И Трудно Определить Кто Именно Здесь Я Я Говорящей Здесь Является Сама Трость Это Особенно Передано В славянском Переводе И Дана Ми Бысть Трость Подобно Жезлу Глаголя То есть Глаголит Трость Этим Указывается Что Даже Такие Видимые Святым Яном Предметы Как Трость Жертвенник Престол И Прочие Являются Разумными И Измеряются Ангельским Разумением Второе Или Слова Эти Принадлежат Подающему Трость Ангелу Который Говорит Святому Яну Что Он Должен Сделать С Этой Тростью Третье Говорящим Здесь Можно Рассматривать И Самого Бога На Это Указывает Стих Третий И Дам Двум Свидетелям Моим А Ведь Голос В Первом И Третьем Стихе Один И Тот же Трость Подобная Жезла То есть Большая И Тяжелая И Имела Значение Известная Единица Измерения Протяженности Это Может Быть Сопоставлено С Изекиилем Сорок Три Где Прямо Говорится О Трости Измерения Святому Яну Дается Трость И Сказано Тань Измерь Храм Божий И Жертвенник И Поклоняющихся В нем А Внешний Двор Храма Исключи И не Измеряй Его Ибо Он Дан Язычникам Они Будут Попирать Святый Город Сорок Два Месяца Одиннадцать Одиннадцать Говорящий Призывает Святого Иоанна Встань То есть Туже Неотложенно Начни Делать Что Повелю Тебе Измерь Храм Божий И Прочее В пророческом Символике Измерение Может иметь Различное Значение Оно Является Во-первых Назначением Измеряемого К погибели Исаия 34 11 Амос 77 9 Даниил 5 25 27 Второе Указанием На постройку Иезеки 43 10 Захария 2 2 Описанием Измеряемого Иезеки 43 Откровение 21 15 Разумением Измеряемого Эфесянам 3 18 Определением Грани С целью Сохранения И сообщения Неприкосновенности Измеренному Разделение Земли Израильской Иисусом Новином Строгие Размеры Скинии И храма В нашем Случае Измерение Храма И прочее Святым Иоанном Имеет Третье Четвертое И пятое Значения Описание Разумение Запечатление И отделение Измеряемого Три предмета Предстают Перед святым Иоанном Которые Он должен Измерить И четвертый Которые Он на болот Не должен Измерять Но исключить Его Измерению Подлежит Храм Божий Жертвенник Поклоняющийся В нем Не измерен Но подвержен Исключению Должен быть Внешний Двор Храма Что это Означает Явление Взору Тайнозрителя Надлежит Себе Представлять Так Перед Нами Стоит Иерусалимский Храм Отстроенный Царем Иродом Храм Это Собственно Святое Святое Святых Важнейшая И непременная Часть Храма Как Вместилище Священнейших Предметов И где Совершается Главнейшее Священодействие Жертвенник Здесь имеется ввиду Медный Жертвенник Всесожжение Стоявшее Во внутреннем Дворе Храма А внутреннем Дворе Здесь Святой Иоанн Совсем Умалчивает Поэтому Под Жертвенником Надо разуметь Не только Сам Жертвенник Но и Место Где он Находился То есть Внутренний Двор Во внутреннем Дворе Находились Медный Жертвенник Всесожжение И Медное Море Умывальница И Поклоняющиеся В нем Имеется ввиду Поклоняющиеся В самом Храме Святом И Святом Святых И у Жертвенника То есть Во внутреннем Дворе Доступен Только для Священников И Левитов Так что Они и есть Поклоняющиеся В нем Они были Освящены И отделены От народа И прозывитов Молившиеся Во внешнем Дворе Внешний двор Дан язычникам Ибо они имели В него доступ Иначе назывался Двор язычников Этих Непосвященных Богу Святому Иоанну Не должно было И измерять Но исключить Пророческое Измерение Храма Имеет Двоякое Значение Во-первых Истолковать Можно так Храм Божий Это Ветхозаветняя Церковь Имевшая Свой Храм В Иерусалиме И Свой Жертвенник В нем Поклоняющиеся В нем Это Иудеи Поклонявшиеся Единому Истинному Богу И Егоре Ветхий Завет Это Через Ангела Возвещенное Слово Что и Описывается Здесь Как Ангельское Измерение Храма Ангельское Разумение Ветхозаветнего Служения И учения Внешний Двор Это Новозаветняя Церковь Ее Исключи Она Отделяется Ибо С переменой Священства Необходимо Быть переменей И Закона Проходит Старое Начинается Новое Исключая Ветхое Об этом Сказано Не Измеряй Ибо Неизмеримы Богатства Нового Завета Ветхий Завет Был дан Для Ангелов Через Ангелов Они Измеряли Его Своим Разумением Новый же Завет Это То Во что Желают Проникнуть Ангелы Своим Разумением Но Не Могут Не Измеримо Язычники Имеется Ввиду Не Обязательно Идлопоклонники А вообще Все Безбожные Нечестивые Не имеющие Истинной Веры Или От всякой Веры Отпавшие Язычники Будут Попирать Святый Город Сорок Два Месяца Нет Никакого Основания Под Сорока Двумя Месяцами Разуметь Не буквально Сорок Два Месяца То есть Три С половиной Года А не Определенный Промежуток Времени Или Мистическое Число Или 1260 Лет 42 Месяца Равняется 1260 Дней И тому Подобное Здесь Надо Буквально Разуметь Промежуток Времени В три С половиной Года Это Будет Время Великой Скорби Антихристовой Со Времени Разрушения Иерусалимского Храма Римскими Императорами Веспасианом Ититом В 70 Году Иудейский Народ За свой Страшный Грех Отвержение И распятие Мессии Рассеивается Среди Всех Народов Храма Нет Прекращена Жертва Нет Иудейской Церкви Осталась Только Синагога Сбылись Слова Христа Об Иерусалимском Храме Все Оставляется Вам Дом Ваш Пуст И не Останется Здесь Камни На Камни Все Будет Разрушено Но Так Будет Не Всегда Апостол Павел Пишет Что Ожесточение Произошло В Израиле Отчасти До Времени Пока Войдет Полное Число Язычников Римлянам 11.25 Кончится Время Язычников Кончится Рассеяние Евреев Среди Народов Об этом Говорил И Спаситель Что Иерусалим Будет Попираем Язычниками Доколе Не Окончатся Времена Язычников По Окончании Же Времени Язычников Времени Благоприятного Для Всех Народов Снова Соберутся Со Всех Сторон Евреи На Родину Восстановят Своё Государство И Свой Храм В Иерусалиме И будет В тот День Господь Снова Протрёт Руку Свою Чтобы Возвратить Себе Остаток Народа Своего И Соберёт Изгнанников Израиля И Рассеянных Иудеев Созовёт От Четырёх Концов Земли Исайя 11.11 Особенно же ясно Об этом Пророчествовал Пророк Иеремия Он Спрятал В горе Него Ковчег Завета В храме Зарававеля Ирода Ковчега Святого Святых Уже Не было Некоторые Пытались Найти Его Когда Жеремия Узнала Всем То Упрекая Их Сказал Что Это Место Останется Неизвестным Таколи Бог Умилосердившись Не Соберёт Сон Народа И Тогда Господь Покажет Его И Явится Слава Господне И Облако Как Явилось При Моисее Как И Соломон Просил Чтобы Особенно Светилось Место Второе Маккавеев 2.7 Но Вот Этот Восстановленный Иерусалимский Храм Иудеев И Будет Попираем Три С Половиной Года Антихристом Об Этом И Пишет Святой Апостол Павел Что Антихрист Человек Греха И Сын Погибели В Храме Божьем Сядет Он Как Бог Выдавая Себя За Бога Храмом Божьим В котором Сядет Антихрист Может быть Или Христианская Церковь Или Иудейский Храм Ибо Иного Храма Не Могут Быть Иные Признаны Как Храмы Бога Истинного Но В христианской Церкви Он Не Сядет По Обетованию Христа Что Врата Ада Не Одолеет Ее И Дальше Действительно Мы Увидим Антихриста Царствующим В Иерусалиме Значит Он Сядет В Иудейском Храме Приведем Свидетельство Отцов Церкви Об Этому Святой Андрей Кисарийский И Антихрист В Храме Божии Сядет Или В Иудейским Древле Уба Божественным Развращением Же Задерзость На Христа И От Него Паки Справитесь Чаями Богоборцами Иудеями Толкование Зачало 73 Святой Ипорит Римский Я Котой Антихрист Восставит В Иерусалиме Каменен Храм И Три Цари Убеет Гневом Египетского Ливийского И Эфиопского И Пасих Сотворит Церковь И Живой Иерусалим И Восставит И Я Иудеум Слово Об Антихристе Святой Ефрем Сирин Патю Патю Паган Мерзость А Еще Глаголи Тяка В церкви Божией Ему Сести В Которой Церкви Смущенной Глаголю Жидовской А не В той В которой Ныне Есть Мы Тогого Ради Сия Глаголю Даже Мы Сами Себе Не Предадим Волю Его Понеже Бог Жидам Приидит Яко Христос И А Жидов Прият Им Ать Быти Даже Их Тем Паче Обольстит И Честную Церковь Сотворит Да В Большее Сомнение Их Вложит Глаголю Себе От Колена Давидова Хватящий Соломонов Церковь Создатель Книга Кирилла Знамени Десятая Глядя На Сегодняшнее Событие На Ближнем Востоке Собирание Евреев Из Других Стран Свою Землю Воссоздание В 1948 Году После 1878 Лет Рассеяния Это Время Рассеяния Отвержения Израиля Примерно Равно Благодатному Времени Израиля От Авраама До Христа Израильского Государства Объявление Иерусалима Столицей Преобразование В Государстве Задаешься Вопросом А не Кончается Левремя Язычников Нескоро Левосстановится Храм Верусалим И Неблизок Ли Антихрист Это Пророческое Измерение Храма Имеет Иное Толкование Более Подходящее К Рассматриваем Нами Тексту Храм Божий Это Христианская Церковь Дом Духовный Священство Святое Как Апостол Павел Говорит Христианам Вы Храм Божий Жертвенных Это Бескромная Ивхаристическая Жертва Всегда Совершаемая В Христианских Алтарях Поклоняющиеся В нем Это Истинные Поклонники Поклоняющиеся В духе Истине Как Ветхом Завете Во внутреннем Дворе Поклонялись Только Священники И левиты Освященные Бетово Служения И отделенные От народа Так И христиане Священство Святое Род Избранный Царственное Священство Народ Святой Люди Взятые В удел Церковь И поклоняющиеся В ней Должны Быть Измерены Подлежат Ангельскому Разумению Как мы Читаем Что Ныне Соделась Известной Через Церковь Начальством И властям На небесах Многоразличная Премудрость Божия Церковь Измерена Избранна И отделена И вопознал Господь Своих И дальше Апостол Говорит Да Отступит От неправды Всякий Исповедующий Имя Господа Это И означено Тем Что Внешний Двор Храма Мир Внешней Церкви Мир Языческий Безбожный Антихристианский Его Исключи И Не Измеряй И По Какой Общине Праведности С Беззаконием Что Общего У Света С Тьмою Какое Согласие Между Христом И Велиаром Или Какое Соучастие Верного С Неверным Какая Совместимость Храма Божия С Идолами Ибо Вы Храм Бога Живого И Потому Выйдите Из Среды И Отделитесь 2 Корисам 6 14 Храм Божий Церковь Познаны И Запечатлены Богом Измерены Меры Благодати Внешний Звор Не Познан Богом Поклоняющиеся В нем Безбожные Люди Услышат Некогда От Всеведущего Я Никогда Не Знал Вас Отойдите От Меня Интересно Посмотреть На Историческое Осуществление Явленного Здесь Святому Иоанну Первое Христианство Действительно Было Полностью Отделено И Исключено От Внешнего Двора Который Дан Язычникам Об Отношении Христианского Общества И Внешнего Мира Ясно Говорят Такие Слова Из Посторонних Же Никто Не Смел Пристать К Ним Христианство В языческой Империи Было Как бы Государством В государстве Далее Христианство Растет Побеждает Государство Крови Своих Мучеников И Своей Истинной И Само Государство Становится Христианским Государство Воцерковляется Воцерковляется Все стороны Жизни Крещение Принимают Уже Не Просто Отдельные Личности А Вместе Со Своими Князьями Целые Народы Вот Несколько Из Многих Примеров 864 Год Крещение Князя Бориса И Болгар 966 Год Крещение Князя Мячеслава И Польши 988 Год Крещение Руси Теперь Мы Видим Уже Не Просто Христиан А Целые Христианские Нации И Государство Не Остается Пожалуй Никакой Стороны Государственной Политической Военной Гражданской Бытовой Трудовой Семейной Нравственной Культурной Жизни Которая Бы Не Была Воцерковлена Вся Жизнь Того Времени Мыслится Только В Культе Вне Культа Нет Ничего Вне Церкви Оставались Только Язычники Буддисты Мусульмане И Евреи Это Естественно Вело К тому Что Мы Уже Не Видим Такое Однородное Общество Подвижников Каким Была Древняя Церковь Мы Видим Здесь Ту же Тот же Святую И Непорочную Церковь Но Простирающую Своё Влияние И Действие На Все Человеческое Общество Общество Со Всеми Его Правдами И Неправдами Это Средневековье Протестантизм И Свет За Ним И Атеизм Называет Его Мрачным Мы Считаем Свет Ним Свет Свет Ним Человечества Воистину Тысячелетним Царством Это Период Наибольшего Просветления И Обожения Человеческого Общества Середина Веков Должна Быть И Овершиной Горы Шестнадцатый Век Полагает Начало Расцирковления Общества В области познания от откровения к разуму, от святых отцов и церкви, как учительницы народов, к ученым и академии, от вечных догм к зыбкому прогрессу науки, ведущему к самоуничтожению общества, заражению и разрушению природы, оружие, могущее уничтожить мир. В области искусств, чувств, от церковного пения, храмовой архитектуры иконописи, являющих земным небом, к возрожденскому чувственному искусству, а далее и к преисподним новинкам искусства XX века. В области политической воли, от авторитета к небесной власти церкви, к самоуправлению в виде республик, демократии, социализма, от теократии к человекоправлению. От послушания церкви и помазанному царю к бунту против всех, первая революция Нидерланды, 1572-79, в области религиозной. От церкви к протестантизму, от протестантизма к рационализму, от рационализма к атеизму. Это основные веки исторического осуществления которых не столь просто, и не надо его представлять всегда в виде буквального и строгого исполнения начертанной нами схемы. Еще в прошлом XIX веке не было строгой границы между благочестием и нечестием, верой и неверием, и богословы еще не могли себе представить, как же снова произойдет это разделение, как снова церковь отторгнется от государства и общества, и снова, как некогда в первохристианские времена представит собой общество в обществе, храм отделится от внешнего двора. Основным событием в этом процессе явилась, пожалуй, Октябрьская революция в России в 1917 году. И издается декрет об отделении церкви от государства. Общество становится безрелигиозным и безбожным. Внешним двором, уже не подлежащим божественному измерению. Церковь опять замкнутое и исключенное общество. Внешний двор дан язычникам, но еще не вполне. Еще орошают спасительные потоки церкви, уже иссушенные безбожием земли. Церковь еще не вполне отторгнута от общества, а в иных странах еще играет значительную роль. Но как быстро из Святой Руси получилось безбожное, так быстро все может измениться. И повсюду наступают те 42 месяца, когда язычники общества Антихриста будут попирать в святый город, то есть церковь. Сейчас только внешний двор дан язычникам, и они творят свои дела у себя дома. Хотя то там, то там уже вспыхивает и гонение на христиан. Но настанет время Антихриста, и тогда уже не только внешний, внецерковный двор будет дан язычникам, но будут попирать в самый святый город, церковь. Тогда снова окончательно, как при апостолах, церковь отделится, исключится и будет гонимо. Сегодня люди из внешнего двора еще могут войти во внутренний и приобщиться к благодати Божией. Тогда же будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Будет взят от среды удерживающий теперь. Церковь будет в пустынях, горах и пещерах. Далее святой Иоанн слышит, как тот же голос продолжает ему говорить, 11.3. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. В дополнение к этому приведем описание видения бывшего пороку Захарии. Вот светильник весь из золота и чашечка для илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И сказал ему, ангелу, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он, ангел, это два помазанных илеем, предстоящие Господу всей земли. Захария 4, 2, 11, 12. Так святой Иоанн Богослов и пророк Захария видит, что в последнее время восстанут два свидетеля, два светильника, две маслины. Два помазанных илеем Духа Святого, которые будут предстоять Господу всей земли и пророчествовать всем народам. 1260 дней, иудейский год исчисляется в 360 дней. 1260 равняется 360 или 3,5, то есть имеем срок в 3,5 года. То, что здесь идет речь не о каком-то неопределенном промежутке времени, следует из самой точности выражения, доходящей до указания такой малой единицы, как день, в таком большом количестве, как 1260. Неопределенный промежуток времени был бы обозначен каким-нибудь круглым числом. Святые отцы разумели здесь буквально промежуток времени в 3,5 года. Это будет в кончину века ко времени Антихриста. Как эти 3,5 года пророчествования двух свидетелей относятся к 3,5 годами царствования Антихриста? По мнению святого Ипполита Римского и указанию Синоксари, неделями сопустной, сначала будут 3,5 года пророков, а потом 3,5 года Антихриста, всего одна седмица, 7 лет. Однако ясно и то, что какое-то время деятельность их будет одновременной. Возможно, что как раз до окончательного воцарения Антихриста, к тому страшному времени, когда сатана, связанный Христом на Голговском кресте, снова будет отпущен. Когда кладезь бездны и все силы ада выплеснут свои мерзости на землю, когда тьма, хуже египетской, укутает землю, тогда можно спросить, кто устоит, кто сохранится. И вот к этому времени относится еще один и последний могучий всплеск излияния силы Духа Святого. О том пророчествовал еще и древний пророк Иоиль, и будет после того излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать, прежде нежели наступить день Господень великий и страшный. Это сбылось на апостолах. Но пророк Иоиль говорит еще и о том, что это сбудется при страшном днем кончины века. Как некогда апостолы, так теперь эти два свидетеля будут пророчествовать в великой силе Духа Святого. Это будут две маслины, преисполненные божественным елеем Духа Святого. Это будут два светильника, светящие во мраке антихристовой ночи. Чем ночь темней, тем ярче звезды. В соответственные болезни будет приложено и врачевство. Особо силен будет сатана в лице антихриста и лже-пророка. Особо силен будет Господь в лице двух своих пророков. Антихрист и лже-пророк будут тогда предстоять перед князем всей земли, сатаной, ибо ему она будет отдана. И Захария и Иоанн говорят, что эти два пророка и свидетеля будут стоять пред Богом всей земли, Илья и Енох. А Бог выше князя. Кто же эти два свидетеля? Неверны такие понимания, что это закон и Евангелие, или два завета церкви, или церковь проповедующая и пророчествующая, или символические личности и подобное. Этому противоречит как то, что к этим свидетелям прилагаются в тексте личные местоимения, так и указания на личные свойства и особенности, а также описываемые события, происходящие с ними, как с конкретными людьми. Смерть, три с половиной дня лежат их трупы в Иерусалиме, воскресенье и вознесенье. Символические понимания никак с этим не сообразуются. Святые отцы разумели под этими двумя свидетелями конкретных двух людей пророков. Кто же они? Читаем у пророка Малахии. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. Малахия 3.1 Здесь мы видим, что пришествию Господне должен предшествовать ангел, вестник, или предтетя, который приготовит ему путь. В первом пришествии Христа его ангелом был святой пророк Иоанн Креститель, ибо он тот, о котором написано, «Сея посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». На Малахии пишет еще о пришествии Господа, как огня расплавляющего, а это уже о втором его пришествии на суд. Значит, и второе пришествие Христово будет предварено предтечей. Кем? Сам же пророк Малахия и отвечает, «Вот я пошлю к вам, Илью, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного». И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Малахия 4.5 Здесь уже ясно говорится, что перед великим и страшным днем второго пришествия Христова должен явиться Илья, пророк. Важно еще разобрать, какое отношение имеет это пророчество к Иоанну Крестителю, предтече первого пришествия Христова. Читаем об этом. «И спросили Его, Христа, ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все». «Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали Его, а поступили с Ним, как хотели. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе». Иудеи правильно понимали, что Христу должен предшествовать пророк Илья, но они еще не умели различать первое и второе пришествия Христова. «Потому Христос не опровергает их мнение об Ильи, но говорит, что Илья уже пришел». «Это Иоанн Креститель». «Но вот иудеи спросили Иоанна Крестителя, это Илья?» «Он сказал нет». «Та же, как Господь говорит, как же, что Он Илья, а Он Сам это отрицает». «Плющ к решению этого вопроса дает Сам наш Господь». «Объясняя служение Иоанна Крестителя, Христос говорит, «Все пророки и закон прорекли до Иоанна». «Если хотите принять, Он есть Илья, которому должно прийти». «Как бы так, — говорит, — «Если вы так уж хотите, чтобы сначала был Илья, так Он и есть Илья». Окончательный ответ на вопрос мы находим у Луки 1.16. «Весь ангел Господень говорит Захарии, отцу Иоанна Крестителя, о его сыне. «И многих и сыновей Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям». То есть Иоанн Креститель и Илья Пророк — это разные люди, разные личности. «Но Иоанн пришел в духе и силе Ильи, а потому, если хотите принять, Он есть Илья. Как Иоанн приготовил Господу путь в первом его пришествии, так Илья должен будет приготовить ему путь во втором его пришествии». Почему же именно Илья Пророк должен будет явиться, а не какой-либо иной Пророк, например, Елисей, имевший его дух вдвойне? «Ныне в мире царствует всеобщий закон смерти. Человекам положено однажды умереть». «Илья же Пророк не видел смерти, но восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями». «И понесся Илья в вихре на небо, 4 царств 2.11, но в кончину века, и он должен будет покориться всеобщему закону смерти. Должен будет явиться, пророчествовать и подвергнуться смерти». То же самое можно сказать и о ином Пророке Енохе. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Енох угодил Господу и был взят на небо. Не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху, ибо он был восхищен от земли». Сераха 44.15-49.16 «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Евреям 11.5 Итак, Священное Писание определенно говорит о пришествии в мир перед кончиной века Илии, пророка. По старым пророкам святые отцы разумели Еноха, как не претерпевшего, подобно Илии, смерти. Святой Ипполит Римский считал, что вместе с пророками Ильей и Енохом явится апостол Иоанн Богослов. Смотри об этом Откровение 10.11 и слова Спасителя. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Теперь обратимся к другому вопросу. Какова цель пришествия пророков Ильи и Еноха? В основном они придут для двух дел. Первое. Обращение евреев ко Христу. Мы уже видели, что в кончину века рассеяние Израиля за неприятие Христа кончится. Евреи снова соберутся в свою страну и восстановят свой храм в Иерусалиме. Но надлежит случиться еще большему. Они обратятся ко Христу. Вначале через евреев произойдет восорение Антихриста. Как о том говорит и сам Господь. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите». «Этот, иной, которого вместо Христа примут евреи, и есть Антихрист. Через проповедь же пророков Ильи и Еноха произойдет обращение евреев ко Христу. Об этом так говорит пророк Малахия. «Вот я пошлю к вам Илью пророка, Илью фисфитянина, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Сердца отца к сыну и сердца человека к искреннему. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Малахий 4.5 «Ты, Илья, предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость, обратить сердца отца к сыну и восстановить колено Якова». Серахов 48.10 Этому первоначальному назначению служения Ильи пророка будет соответствовать и его последнее служение. Отчасти эти пророчества сбылись на Иоанне предтеча, буквально на Ильи фисфитянине, в кончину века. Под отцом здесь, разумеется, иудейство, а под сыном – рожденное из иудейства христианство. Отец и сын – это синагога и церковь. В сердца евреев обратятся к христианам, как об этом сказано и в Откровении 3.9. «Они, иудеи, придут и поклонятся пред ногами твоими, церкви, и познают, что я возлюбил тебя». Об этом и Господь говорил. «Илья должен прийти прежде и устроить все». Таким образом, сбудутся слова апостола, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Римлянам 11.25. Об этом обращении евреев ко Христу свидетельствовали и святые отцы. Святой Иоанн Зутоуст. «Видишь ли, опасство пророческого речения, егда бы Иоанна и Илью на рече Христос общего их ради служения, да не вознепщуешь и якось сие и от пророка речесе, приложи ее отечество его глаголя, те святянина, и он же небесе святянин. И именно же всем полагают знамение реки, да не пришед поражут землю в конец, второе его пришествие являя страшным, являя у бояка прежде он его суд имеющего пришествие, прицпи святянин сие рече, и вину купе являет пришествие его, те же вина, да пришед увещает иудеев веровать и Христу, и да не все в купе погибнут пришедшую ему, тему бы и сам, то им приводя на память рече, устроить вся сиречесправить неверие иудеев, тогда обретаемых. Тем же и зело опаснее рече, не рече бы обратить сердца сына к отцу, но отца к сыну, понеже бы иудеи бяху отцы апостолам, сирех, яка обратит учением сынов их сиреч апостолов, сердца отцов сиреч рода иудейская, мысль. «Игда моречек или я привито устроит вся, зде самого или юрече, и будущее тогда евреев обращение», толковое Евангелие, святой Иоанн Дамаскин, «Последцы же тогда и мог Ильясий святянин и обратить сердца отец на чада, сиреч сонмище еврейское, на Господа нашего Иисуса Христа и апостольскую проповедь». Четвертая книга. Святой Феофилакт. «Слепота во Израиле выбысть, тем и о рабе архиерели образ бе уха урезания, а ежи исцелите паке у хоробу, являет ежи послежде устроения израильтянам разума ныне от ятога, ибо Илья пришед устроит я во Христа и сочетает я, якого отца суща нам, сыновом, якожа и Малахия прорече». Толкование на Евангелие Триана. «Илья оба пришед устроит вся, Илья все святяне, и когда хочет прийти, мир хочет сотворить, и непокорил им иудеям, и веру их привести, им же и второго пришествия есть предтеча. Илья оба устроить и хочет вся, и не будет тогда неверно еврея, но все веруют проповеди, и лико их услышат Илью. «Зри, яко и зде, не всем спастись овещает, но толико достойным спасения». Таково свидетельство Святого Писания и Святых Отцов Церкви. Событие обращается, обращение евреев в кончину века ко Христу играет важную роль в домостроительстве спасения человечества и в вопросе об определении истинной религии. История свидетельствует, что в древности только евреи поклонялись единому живому, невидимому Богу. Все остальные народы были идолопоклонниками. Существует, собственно говоря, только три неязыческие религии – иудейство, христианство и мусульманство. Помимо них, к мировым религиям относят буддизм. Но надо ясно понимать, что то, что буддизм является мировой религией, еще не означает, что он не языческая религия. Более того, буддизм можно назвать даже атеистической религией, ибо он отрицает теизм, отрицает Бога Творца, Сидержителя и Спасителя. Буддизм есть язычество, ибо совершает Главный грех и главную ошибку идолопоклонничества – обожествление твари. Буддизм не знает единого Бога и вообще не знает Бога. Ему ведомы и обогатворяются космос, люди, достигшие определенного просветления – Будды, Бодисаттва, Архата. А также признаются самые различные боги самых разных языческих вер. Сам буддизм учил даже так. Пусть верующий совершает приношение божествам данной местности. Будучи уважены, они уважают его. Будучи почтены, боги почтут его. К тому же известно четкое историческое возникновение буддизма в Индии в VI-V веке до Рождества Христова. Буддизм – не изначальная религия. Так что во вопросе об истинной религии участвовать могут фактически только три – иудейство, христианство и мусульманство. Мусульманство есть в происхождении идеи христианского древа. Так что исторически возникнув, мусульманство не может претендовать на изначальность. Не может оно и претендовать на универсальность. Объединили, мол, все ценное, до них бывшее. Ибо вовсе не включило в себя высшие ценности христианства. Возникнув в Аравии в VII веке по Рождестве Христом в 622 году, начало мусульманской эры бегство Магомета из Мекки в Медину, и основатель Магомет умер в 632 году. К тому же мусульманство – не самобытная религия, а возникает на почве иудаизма, христианства и христианских ересей, зороастризма и различных арабских верований. До этого у арабов также было идло поклонство. О религии же евреев никто не может сказать, что она возникла в определенный момент в истории. Сколько история знает евреев, только известно, что они содержали ветхозаветнюю веру во единого Бога Иегову. Священная история же повествует, что эту веру принял от самого Бога первый человек Адам, передал ее своему сыну Сифу и так далее. Эта вера дошла до Авраама. Аврааму дается знак завета с Богом обрезания, и от него производится благоизбранный еврейский народ. Избранничество еврейского народа даже вне священного писания доказывать излишнее. В этом можно легко удостовериться через сравнение этого народа со всеми другими. При Моисее на Синае Бог заключает свой завет с еврейским народом и учреждает ветхозаветнюю церковь с ее храмом, священством, законом и писанием. Эта церковь была среди всего человечества хранительницей религиозной истины. И вот из еврейской церкви рождается христианская церковь. Таким образом, христианство и иудейство – единственные достойные соперники в вопросе об обладании религиозной истины. Иудейство считает христианство назарейской ересью, сектой. Так ли это? Нет. Это доказывается, с одной стороны, фактами бессеменного рождения, воскресения и вознесения Христа, а также бесчисленными фактами Бога присутствия в христианской церкви. С другой стороны, само иудейство уже не может претендовать на наименование церковью, ибо не имеет храма, священства и жертвы. Иудейство имеет не церковь, а всего лишь синагогу, школу. Христианство же представляет собой именно церковь с храмом, священством и жертвой, а не просто школу. Если право иудейство, то не прав Ветхий Завет, говорящий о вечности церкви с ее учреждениями, ибо с 70-го года по Рождестве Христу евреи их не имеют. Послание апостола Павла к евреям же объясняет, каким образом ветхозаветняя церковь притворяется в новозаветнюю, и учреждение Ветхозаветнее перерастает в новозаветное. Так возникает вопрос, неужели Ветхозаветняя церковь могла заблудиться? Отвечаем, нет, ибо не может заблудиться церковь, основанная Богом. Церковь есть столб и утверждение истины. Но, по-первых, иудейство после 70-го года не представляет собой церкви, да и со времени Голгофа завеса в храме уже разодралась. С этого времени церковь является христианство. Во-вторых, иудейская синагога, хранящая учения Древней Ветхозаветней Церкви, в кончину века обратится ко Христу и примет Его. Сердца отцов будут обращены к детям. Таким образом, замыкаются концы с концами. Сама синагога И докажет окончательную истину христианства, приняв Христа. Бог, начавший свое дело над евреями с Авраама, победоносно завершит его над остатком Израиля, который спасется. Интересно отметить, что это обращение произойдет не через проповедь христиан-язычников, а через проповедь их же, высших пророков. Ивлеи ждут Илью перед пришествием Мессии. Они не приняли Иоанна Крестителя, пришедшего в духе Ильи. Что же? Господь пришлет им самого Илью, и Он обратит их сердца ко Христу. Противодействие всем прелестям Антихриста и поддержка христиан в то страшное время – это вторая цель пришествия пророков Еноха и Ильи на землю. Теперь же рассмотрим, что конкретно говорится о деятельности этих пророков. Они обличены во вретище. Этим означает, что все тогда живущие будут достойны сетования и плача. Этим особенно означает и проповедь пророков о покаянии, с которой они обратятся тогда к людям, и в особенности к евреям. Облачение во вретище, как нам это напоминает пророков, пустынников, предхозаветнего Илью и святого Иоанна пред Течу, строгих аскетов и подвижников. Таким же будет и последнее пришествие святых Еноха и Ильи. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. 11.5 Равносильное ранее предлагается и врачевание. Ложным знамением антихриста будут противостоять истинные знамения и чудеса этих двух пророков. Много враг потрудится против них, но немало не повредит им. Как некогда по слову Ильи пророка огонь с неба сходил для истребления воинов царя Ахозии, намеревавшихся схватить пророка. 4.1.9 Так эти пророки будут повергать огнем, пытающихся их обидеть. Здесь мы видим, что пророки действуют опять как бы в ветхозаветнем стиле, а не так, как посланники Нового Завета, посланные как овцы среди волков, в виде смиренным и уничиженным. Это говорит о том, что кончилось лето Господне благоприятное, сатана развязывается, день страшного суда наступает. С другой стороны, под огнем уст пророков можно разуметь их пламенную проповедь, подобно как некогда было сказано пророку Иеремии. Вот я сделаю слово о моих устах твоих огнем, а этот народ дровами и этот огонь пожрет их. Душа, отвергающая огонь этих слов, погибнет. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. 11.6 Это подобно тому, как в одни царя Ахава за грех и дало поклонство израильтян, или я молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Такой же властью эти пророки в кончину века будут затворять небо, наказывая их тем и призывая их к покаянию. Власть совершать эти и последующие карающие чудеса они будут иметь в одни пророчествования их, то есть 1260 дней или 3,5 года, как для проповеди Ноя было отмерено 120 лет и для проповеди Ионы 40 дней, так этим двум пророкам определен для проповеди и совершения знамений конкретный промежуток времени. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвую, когда только захотят. Этим эти пророки уподобляются Моисею, превратившего воды египетские в кровь и поражавшую египетскую землю всякой язвою. И совершать такие чрезвычайные знамения они будут не только в особых случаях, но когда только захотят. Они будут совершенно свободно владеть этим даром. И когда кончат они свидетельство свое, когда кончат 1260 дней, назначенных им Богом для своего служения, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. 11.7 С окончанием их свидетельства окончится их чрезвычайная чудотворная сила, и Господь предас их в лыке мучителя. Зверь, выходящий из бездны. Кто это? Наименованием зверь, а не животное, особо подчеркивается его кровожадность и свирепость. Это место перекликается с видением Святого Иоанна 9.11.12.3.13.1.17.8 Святой Андрей Китарийский Святой Викторин разумеет под этим зверем Антихриста. Можно разуметь и самого дьявола. Ибо Антихрист это человек и придет не из бездны, а от евреев. В бездну же заключен дьявол с нечистыми духами. Оттуда ему надлежит на короткое время выйти и совершить свою последнюю брань. Так что в собственном смысле этот зверь есть сам дьявол. Но явление его будет через Антихриста. Подробнее об этом всем будет разобрано в 13 главе. Кончается три с половиной года пророков, начинается три с половиной года дьявола. Кладезь бездны отверзлась. Клетка открылась, рыкающей лев на свободе. Дьявол через Антихриста выйдет из бездны, чтобы сразиться с ними. Начнется невидимая до серии последняя брань сатаны с Богом. Тьмы со светом, зла с добром. Если до сих пор было так, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша, то теперь дьявол, сразившись с пророками, победит их. Но и теперь Он победит не веру их, а тела, ибо убьет их. Так Бог в кончину века попустит дьяволу победу над пророками и верующими. Но победа эта будет только внешне эффективной. Безбожники хотят уничтожить всякую религию и внешне добьются этого. Будет взята среды удерживающие теперь. Закрыты будут храмы, но не смолкнут моления в пещерах. Так эти два пророка Илья и Инох, не претерпевшие смерти ранее, воспримут ее теперь от Антихриста и пополнят собою славный сон мучеников. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распит. 11.8 Столь велика бы и злоба Антихриста против этих двух пророков, и столь велико его злорадство от одержанной им победы, что тела убитых будут лишены всякой почести и почитания. Они даже не будут положены во гробы, но так и останутся лежать на улице на месте их убийства. Трупы этим подчеркивается, что победу Антихрист одержал только внешнюю, физическую, умертвил тела, но ничто не смог причинить их душам, ничего не смог противопоставить их свидетельству. Произойдет это в городе, который здесь охарактеризован с трех сторон как Великий, духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распит. Указание, где и Господь наш, более точный перевод их, то есть Господь этих пророков, распит, однозначно указывает на город Иерусалим, где на Голговском холме был распит Господь пророков и всех нас, и Иисус Христос. Именно город Иерусалим разумели здесь древние толкователи, как святой Викторин, святой Иериней, святой Андрей Кесарийский. Нет никакого основания под этим городом разуметь иные города, как Рим и прочие. Или же будто это имеется в виду омиршление и падшая церковь. Здесь надо конкретно разуметь город Иерусалим, который будет столицей государства Антихриста. Антихрист придет против Христа и воцарится там, где был распят Христос. Где началось царство Христово, там и он начнет свое царство. Город-блудница, это будет совсем другой город. Между Антихристом и Вавилоном будет война и ненависть. Говорить же, что этот город есть церковь, это вообще кощунственно, ибо в ней до дня кончины века царствовать будет только Христос. Иерусалим называется здесь великим городом, а не святым, как в одиннадцатой главе, так как будет столицей великого, нечестивого государства Антихристова, который духовно называется, то есть духовно, по нравственно-религиозному состоянию, будет подобен Содому и Египту. Содом, это город греха, разврата и нечестия, Египет, это образ мира и богопротивления. Грех и богопротивление, вот духовная картина Иерусалима при Антихристе. И это тем более ужасно, что этот город ведь есть святое святых земли. Воистину мерзость запустения на святом месте. Город, распявший Христа, убьет и последних пророков. Плачет Христос, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Такова будет реакция людей на убийство антихристом пророков 11.9.10. Из этого мы видим, сколь велико будет нечестие в то время. Соответственно тому, как три с половиной года было дано пророкам на их служение, так три с половиной дня трупы их не будут положены во гробы. Но так и останутся лежать на улице для всеобщего нечестивого веселья. Все народы будут наслаждаться этим зрелищем. Многие, пожалуй, для этого и приедут в Иерусалим. К тому же в Иерусалиме столице антихристианского государства конечно же будут всегда находиться представители самых разных народов. Да и современными средствами телевидения или что еще к тому времени изобретут, легко сделать всех живущих на земле участниками этого зрелища. Своей проповедью, сопровождаемой великими знамениями, два пророка сии мучили живущих на земле, не давали Богу беспрепятственно развиваться нечестью на земле, и вот эти фестивые будут радоваться всему и веселиться, что убрано это препятствие и уже ничто не мешает им наслаждаться на земле всеми утехами ада и творить все мерзости и беззакония. Как бы радостно потирая руки пошлют дары друг другу, поздравляя друг друга. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Преждевременная и непродолжительна была радость нечестивых людей о убиении пророков. Можете представить ликование и торжество подарки. Все наслаждаются зрелищем убитых пророков. Кончились их знамения, не будут они больше мучить и тревожить совесть людей своим свидетельством. Разрушена церковь, убиты пророки, ненавистного им Иисуса из Назарета. В Иерусалимском храме восседает всемирный владыка. Радуйтесь и веселитесь. И вдруг что такое? Смех и безумная радость исчезают лица зрителей, превращаются в изумление, искажаются черты лица. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Что же случилось? Прошло всего три дня с половиной. И мертвые тела пророков встают на ноги свои, расправляются. Мир к тому времени, привыкший к самым фантастическим достижениям прогресса и знамениям Антихриста, приходит в изумление и ужас. Воскресли пророки, вошел в них дух жизни от Бога. Слова святого Иоанна точно удостоверяют нас, что будет не в кажущееся, а самое реальное умерщвление и воскресение. Дух жизни от Бога, который дается человеку при его появлении в этот мир, оживотворение плоти духом от Бога, оставил пророков, как и Экклесиаз говорит, что в смерти человека дух возвратился к Богу, который дал его. Так что смерть была самая настоящая, ибо тело без духа мертвое. Но вот дух возвращается и тела их становятся на ноги свои. И здесь видим непростое посещение духом своего тела, но вхождение его в тело и оживотворение тела, реальная смерть и реальное воскресение. Будет отчего прийти в ужас людям того времени. Воскреснут убитые их руками. Но это еще не все. Святой Иоанн пишет далее. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. 11-12 «Воскрешению следует вознесение, и услышали они», то есть два пророка, таково чтение этого текста вульгаты, есть и иное чтение, «и я услышал», то есть слышащим представляется сам тайно-зритель святой Иоанн, «Громко звучали голоса землян, смеявшихся и злорадствовавших над пророками, но вот небо громкий голос, говоривший им, зайдите сюда». Праху пророков не нашла земля Антихристова царства места, но отверзается им небо. Небесный глаз зовет их туда, в обители небесного отца. О, чудо дивное и преславное, как сладко услышать, зайди сюда. О, если бы в кончину века Господь и нас подобил услышать эти слова, ибо Ты, Господи, создал нас для Себя и не знает покоя сердца наше, пока не успокоится в Тебе, блаженный Августин Иисович. Как томится об этом душа наша? И не в это же ли время томление подспудно двигало поэтам Пушкиным, когда он писал стихотворение Узник? Этого зола на небо сподобились два святых пророка Инох и Илья. Подобно нашему Господу они воскресли, только не своей силой, как Господь, а Божией. Подобно Ему они зашли на небо на облаке, что легче облака, летающего в синем небе. На облаке восходят они, как не на небо, как и Господь с Илеонской горы. И смотрели на них враги их. О, отчаянное зрелище! Убили их, даже мертвых позорили на весь мир, радовались. И вот страх и ужас пророки воскресли и возносятся. Есть мудрость в народной пословице «хорошо смеется, кто смеется последним». Следствием вознесения пророков был не только страх, объявший видевших это врагов, но и целый ряд катастрофических явлений. И в тот же час, то есть немедленно по вознесении пророков, произошло великое землетрясение. И насказательное это можно разуметь, как резкое изменение настроения и помыслов людей. Можно же и буквально разуметь землетрясение, как и смерть Господа Иисуса Христа была сопровождаема таким явлением. Но то землетрясение при распятии Христа и это имели совсем разное значение. Здесь мы видим, что ввиду землетрясения десятая часть города пала и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. Десять и семь обычно числа апокалипсиса и вообще священного писания. Город здесь имеется ввиду Иерусалим, столица антихристового государства. Наказание наведенное на город даны уже не для исправления, а для возмездия за убийство пророков. Покаяние призывали пророки Илья и Инох, но они не послушали их, а убили. Теперь возмездие землетрясение разрушает десятую часть города и при этом погибло семь тысяч имен человеческих, то есть семь тысяч человек. Падение семи тысяч означает еще и падение привязавшихся к седмеричному кругу времени этой земной жизни и не помышлявших о восьмом дне, дне воскресения и начала будущего века. Таковые все погибают и ввергаются в вечные муки гиенны. Смерть вторая. Или же, как говорит святой Андрей Кесарийский, это семь тысяч евреев, поверивших антихристу, покорившихся ему и воцаривших его. Часть евреев, обращенная Ильей и Инохом, спасается, а другая часть, принявшая антихриста, погибает. Со взятия пророков с земли начинается время безраздельного и беспрепятственного господства антихриста на земле. Но землетрясение и гибель части столичного города показывает, что это и начало крушения его царства, преддверия суда Божия и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Это не словословие Бога покаявшимся грешниками. Покаяние мы уже не видим. Мы видим только, что ужас происходящих событий божественного возмездия повергает людей в страх. И невозрожденные сердца, ометущиеся пред неминуемой гибелью воздают славу Богу. Это славословие вопль не шестивца сознающего свою гибель и боящегося ее. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. 11-14. Второе горе это была труба шестого ангела. Оно прошло и идет скоро третье горе. Труба седьмого ангела. И седьмой ангел буструбил 11-15. Возвещает третье и последнее горе настигающее вселенную. По ангельской клятве труба седьмого ангела возвестит конец нынешнему существованию мира. 10-6. В ответ на трубный глаз седьмого ангела раздались на небе громкие голоса. Святой Иоанн слышит эти голоса на небе, но не сообщает нам, кому они принадлежали. Лучше всего полагать, что эти голоса именно те, которые всегда слышимы были у престола Божия. Четыре животных, двадцать четыре старца, и сон мы ангелов и святых, говорящие, царство мира. соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Царство мира, это где владычество Валантий Христа кончилось, и соделалось царством Господа нашего Бога Отца и Христа его, Сына Божия. Это кончина века, когда наконец окончательно повергается древний змей Сатана и царство мира, данное ему в последний раз на короткое время, три с половиной года, отымается от него и переходит к Богу, ко Христу. С другой стороны, здесь вспоминается Голгофа, когда князь мира сего изгнан был в Бом, и Христос основал свое царство на земле, соделав верующих в него царями и священниками, и будет царствовать вовеки веков, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иаков вовеки, и царства его не будет конца. Царство Христово начатое на Голгофе, победившее и охватившее собой всю вселенную, в кончину века никогда не кончится, но будет вовеки веков. И как всегда, когда открывались дивные тайны Божии, 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, и поклонились Богу. 11 16 Этим они выразили свое полное согласие с только что сказанным небесными голосами. Этим небесная церковь искупленных выражает свое поклонение и восторг предпобедивших вселенную царством Господа. Они поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, Господи, Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь». 11 17 Добавка и грядешь взято из вульгаты, но по мнению многих толкователей она произвольно и не должна быть. Отсутствие слов и грядешь означает, что Господь уже пришел и не ожидается больше, грядущий. Он пришел и его царство началось. 24 старца славят Господа, потому что ты приял силу твою великую и воцарился. Сила это то, через что Господь добился своего царства и воцарился. Скорь велика должна быть эта сила, чтобы победить весь Бога враждебный мир. Как Бог Христос всегда имел эту силу и был царем вселенной, но вот Он как человек приял силу и воцарился. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца его доставили ему победу. Псалом 97 11 И здесь, как и прежде, речь о воцарении Господа в кончину века, а также можно разуметь и воцарение Его на Голгофе. И рассверепели язычники, и пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Так здесь представляется картина страшного суда. Увидев, что навечно и навсегда их дело проиграно, в бессильной ярости рассверепели язычники, ибо пришел гнев Божий и время судить. Сейчас человек имеешь свободу творить что хочешь, но настанет время судить тебя. Сейчас время творить дела какие хочешь, тогда будет время дать возмездие. преследованием подвергаются христиане от врагов истины, особенно во время царствования антихриста. Тогда же будет дано возмездие рабам твоим, пророкам и вообще всем учителям и благовестникам. святым здесь имеется в виду не вообще все христиане, которые иногда называются святыми, а те христиане, которые достигли особого совершенства, святости и богообщения, лик святых, боящимся имени твоего. Это все рабы Божьи в страхе совершавшие свое спасение, пророкам, святым и богобоязненным людям, принесшим соответственно сто шестьдесят и тридцати кратные плоды. Всем рабам твоим Божиим уготавляется небесное вознаграждение малым и великим разумеется или меньшие и большие святые в церкви Божией или малые это грешники а великие это праведники. Так великое на земле делается малым на небе, а малое на земле великим на небе. Тогда настанет время погубить губивших землю. Своими грехами и беззакониями человек губит землю. Наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте было сказано первому человеку. Случилось же, что тварь покорила суете по воле покорившего ее человека. Грех человека изменил самые законы земли. Грехами человека погублены воды и леса, воздух, рыбы и животные. Теперь всюду говорят об охране природы. От кого охранять? Что случилось в нашествии из неземных миров? Нет. Охранять надо от себя. Сами губим то, что нам дано. Но мы за все в ответе. Мы в ответе за отравленный воздух, за исчезновение различных видов животных, за мучение твари, за истребление лесов, за все, за все. Мы забываем, что губящие земли будут погублены под землей. Здесь можно разуметь и самого человека, ибо создал Господь Бог человека из праха земного. Мы губим себя, свое здоровье, свои дары, безумно тратим свои силы и способности. Мы за все в ответе. За каждый день, за каждый дар, полученный от Бога, за свои способности, за все. Губящий будет погублен. Слова «Время судить мертвых» ясно указывает на то, что третье горе или седьмой трубный глаз – это горе страшного суда. А стихи 15-19 описывают кончину века, страшный суд и начало вечности. Но как мы уже видели, что эти стихи указывают на основание Христом своего царства на земле через крест. Так в дальнейших стихах можно усматривать указания на историю царства Христова на земле. Тогда эти стихи можно объяснить так, что когда шри запослескую проповедь царства Христова стало распространяться, то расцвелепели язычники, такие как император Нерон или Диоклетиан, и разразились лютые гонения на христиан. Но так должно было продолжаться не всегда. Пришло время возмездия. В честь святого Константина Великого и последующих императоров царство мира становится царством Христа. Народы обращаются ко Христу, и христианство становится государственным и торжествующим свою победу над язычниками. Протрубила седьмая труба и отверзся храм Божий на небе и явился ковчег завета его в храме его. Ковчег завета был величайшей святыней Ветхого завета. Он находился в святом святых Скинии, а потом и храма, построенного Соломоном. Вавилонский царь Навуходоносор за шесть веков до Рождества Христова разрушил Иерусалимский храм. Тогда пророк Иеремия по бывшему ему божественному откровению спрятал ковчег завета в пещере и горы Нево. С тех пор никто не мог его больше найти. С восстановленных потом храмах, восстановленных Зарававеля и Ирода ковчега уже не было и святое святых было пустым. Но по обетованию Божию в кончину века снова собран будет сон еврейского народа и восстановлен будет их храм. Тогда Господь снова покажет место своего ковчега, чтобы особенно светилось место этого храма. Но вот святой Иоанн видит храм Божий на небе. Ему открывается нечто еще большее. В Ветхом Завете ковчег был сокрыт от взора людей. Бог был еще далек от человека. Когда умирал на кресте Христос, то завеса в храме разодралась и Новый Завет весьма приблизил человека к Богу. Но тем не менее теперь человек еще не вполне близок к Богу. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. То есть настанет время как бы еще другого третьего Завета Бога с человеком, когда будет совершеннейшее единение неба и земли. Тогда пред человеком отверзится храм Божий на небе. Небо откроет свой лик земле. Тогда уже человек будет стоять пред Богом как бы лицом к лицу. Тогда откроется святым небесное благо уготованное им на небе. Сокровеннейшее станет явным. Тогда увидим то, чего не видел сейчас глаз. Услышим то, что не слышало ухо. Сердце исполнится того, о чем и не помышляло сейчас. Так святой Иоанн видит здесь начало вечности, открытие вечных благ святым, оправданным на страшном суде. Еще одна таинственная мысль сокрыта здесь. По библейской символике ковчег завета означает Богородицу. Скрижали десятью заповедями это воплощенное Слово Божие. Они находились в ковчеге. Так и ныне Слово стало плотью во чреве Пресноделы. Богородица вот ковчег вместивший в себя воплощенное Слово Христа скрижаль Нового Завета и вот отверстие храм Божий на небе небесная церковь вечности и там в вечности в небесной церкви явился ковчег завета то есть Матерь Божия Царица Небесная во Славе. Что касается указаний на исторические события то здесь можно усматривать то как со времен императора Константина Великого повсюду открылись храмы Божии всюду подрузился крест и новый завет покорил себе народы и в этом новозаветнем храме явилась утерянная ветхозаветнем ковчег это явление Матери Божией в церкви как усердной заступницы и покровительницы рода христианского и как часто в апокалипсисе в результате великих событий произошли молнии как угроза судом и голоса и громы как самый суд и землетрясение как перемена вещей мира гибель старого мира и начала нового и великий град грозное последствие суда так апокалипсис подошел к описанию кончины века и перехода мира в бесконечность но далее снова возвращается к описанию событий предыдущих святой викторин мы не должны обращать внимание на простой порядок сообщений во святой дух дойдя до конца самого последнего времени часто возвращается к тому же самому времени и восполняет все что было раньше изложено только отчасти и хотя тайнозритель например повторяет в видении там то что подразумевалось в видении их труп это не означает повторение самого факта а только двоякое изложение одного предопределенного события так вторая картина храма явленная святому Яну практически завершается дальше уже все более она будет сливаться с первой картиной картины небесного престола храм это путь и место спасения это небо на земле и земля на небе это дом божий примечание четвертая в тайне домостроительства нашего спасения великую роль играет храм божий очень часто о нем говорится и в апокалипсисе мы не имеем здесь возможности подробно разобрать учения о храме божием а только укажем на те семь или девять храмов которые промыслом божьим были учреждены для нашего спасения жертвенник от адама до моисея первое упоминание богослужения на жертвенники в библии в связи с жертвами Авеля и Каина а жертвенники бытие 8 20 12 7 скинии от моисея до соломона а скинии подробно книгу исход левит числа старозакония храм соломона от соломона до разрушения храма навуходоносором около тысячного года до рождества христова до 600 до рождества христова храм зарававеля от возвращения иудеев изавилонского плена до иноплеменного царя иудеев ирода храм соломона был разрушен в 587 году до рождества христова зарававель закончил восстановление храма в 515 году до рождества христова смотри первые ездры храм иродов через 500 лет храм зарававеля начал разрушаться и ветшать его возобновил и увеличил царь иудеев ирод великий начались эти работы в 20 году до рождества христова а окончились окончательно в 65 году по рождестве христовым за 5 лет до его разрушения римским полководцем Титом в этот храм 1 Тимофей 3.15 1 Петра 2.5 1 Коринфян 3.16 Иерусалимский храм евреев который будет воздвинут в кончину века и в котором воссядет Антихрист 2 Петра 2 Тимофей 2.4 Небесный храм который составит церковь Божия на небе в вечности если же жертвенник еще не считать храмом а первым домом Божиим считать скинию и не различать тело Христовой Церковь то имеем семь храмов скиния храм Соломона Зарававеля Иродов церковь тела Христова Иерусалимский храм Великой Скорби и Небесный храм а если глубоко вникнуть в суть этих храмов то мы увидим что все они в конце концов являют собой один храм Божий Люди были изгнаны из рая и остались вне дома греться у жертвенника потом им строится шатер скиния потом дом Соломон Зарававель Ирод потом сам Бог строит себе храм тело свое или церковь последнее лучшее жилище храм Божий на небе и опять мы видим мифику и символику числа 7 в плане домостроительства нашего спасения Глава 12 И неявилось на небе великое знамение Жена облеченная в солнце Под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд Описание этого видения Святой Иоанн начинает союзом И Вообще обращает на себя внимание частое употребление этого союза в апокалипсисе Так например из 22 глав этой книги 16 начинается союза И три главы со слов после сего И только три главы начинается не со слов выражающих связь Первая вторая девятая И то вторая девятая главы явно связаны по смыслу с предыдущим Неверно явных насилий над текстом всевозможных натяжек и то и нелепых искажений самого вероучения Разумеется указанный нами факт надо как указание на последовательную смену одного видения Святому Иоанну другим Также это показывает что апокалипсис есть единое целостное откровение полученное от одного и того же духа в одно и то же время Итак Святой Иоанн описывает что явилось ему знамение Кроме этого случая Святой Иоанн называет явленное ему знамением еще в 12.3.15.1 Этим сам тайнозритель указывает нам на то что это видение должно пониматься не буквально а символически и каждый штрих видения имеет определенное значение Святой Иоанн называет это знамение великим и тем не только отличает его от последующего знамения но и указывает на его особое значение и глубокий смысл знамение явилось на небе этим указывается не столько то что Святой Иоанн видел жену именно на небе так как потом он видел ее уже на земле сколько то что это жена небесного происхождения и характера кто же эта жена явившая в небесной славе кто это блестающая как заря прекрасная как луна светлая как солнце песнь 6 10 в протестантской среде существует понимание будто это есть ветхозаветняя церковь или израильский народ однако описание небесной славы жены не соответствует ветхозаветней церкви но гораздо более приличествует церкви новозаветней если эта церковь ветхозаветняя то как же дальше явные указания на время антихриста 3,5 года то есть явные несоответствия нет также никаких оснований понимать под женой исключительно только евреев в последнее времени обратившихся ко Христу святые осы разумели под этой апокалиптической женой либо пресвятую Деву Марию Матерь Божию либо новозаветней христианскую церковь причем на Деву Марию мы можем здесь видеть только определенные указания точные же соответствия каждой детали знамения мы находим в образе христианской церкви жена облеченная солнце под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд это Дева Мария Матерь Божия который сотворил величие сильный она превознесена превыше херувимов и серафимов и всех чинов ангельских звезд небесных она Богоматерь Боговенчанная царица небесная матери небесного царя Иисуса Христа прилично именоваться царицей небесной двенадцать апостолов как двенадцать звезд венчает ее причистую главу ибо во всей вселенной разнесли учения ее божественного сына это о ней поет псалмопевец стала царица одесную тебя в афирском золоте и возжелай царь красоты твоей неизвеченно примирная красота преснодевы ликуй ныне и веселись и сионе ты же чистая красуйся Богородица о восстании Рождества твоего не должно смущать и то что дева называется женою так апостол говорит что Христос родился от жены Галатом 4.4 а пророк что от девы она дева как сохранившаяся нетленная не претерпевшая повреждения девства ни зачатий ни в Рождестве она жена как родившая сына она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения так еще и пророк Исаия говорил все дева примет в очреве и родит она имела в очреве имевшего в деснице своей всю вселенную дальнейшие слова однако нельзя разуметь буквально как болезнь рождения ею Христа Дева Мария без испления Бога Слова Рожьшее не испытала боли и мук рождения как все жены но святой старец Симеон сказал ей и тебе самое оружие пройдет душу невыносимую боль и муку о рожденном ею ей пришлось претерпеть у креста в виде его страдания и смерти тогда оружие прошло ей душу насколько часто оно и прежде ранило ее роды в пещере первая колыбель ясли гонение ирода в виде худое и злое отношение к своему сыну она даже готова была оторвать его от служения столь велика была ее боль и мука о сыне вот боли и муки ее рождения другое и основное значение этого знамения жена церковь христова церковь в священном писании именуется невестой или женой христовой так апостол павел сравнивает отношения мужа и жены с христом и церковью апокалипсисе 19.7 церковь прямо называется женою агнца поэтому неверно мнение будто в священном писании церковь означается только как невеста а женой означается только израильский народ существует таинственная связь между причистою девою матери божией и церковью как Мария родила Христа и через то стала женою но родив непорочно осталась девою так и церковь она невеста Христова чистая дева обрученная Христу но она же и жена матерь всем нам рождая от духа божия чад божиих как дева Мария родила от духа так и церковь рождает от духа дева родила Христа так и церковь рождает Христа в душах верующих и там и там девство считается с материнством и там и там рождается Бог церковь в этом смысле есть Богородица а Богородица Матерь всем нам Жена облеченная в солнце правды во Христа Образом Христа и церкви является также Соломон и Соломич в песне песней Таинство брака есть отблеск Таинства Христа и церкви Как жена взята от ребра мужа когда он спал так и на кресте когда уснул в сном смерти божественный страдалец Второй Адам муж совершенный то от его прободенного причистого ребра истекли вода и кровь и из этих потоков изошла церковь жена Христова она его возлюбленная с ней он становится единою плотью и единым духом посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть так и Христос готов оставить отца небесного и причистую матерь своей и прийти снова на землю чтобы навечно и всецело соединиться со своей женой церковью искупленную жена облеченная солнца правды во христа в него облекаемся святом крещении им украшаемся для вас благоговеющей пред именем моим зайдет солнце правды исцеления в лучах его малахия 4 2 этим небесным светом облечена церковь на иконах чело святых окружено ореолом света это не просто символ а онтологическая реальность небесный свет есть внутренняя природа святых вы свет мира говорит Христос вы должны явить миру нетварный свет фавора но если Христос сам и был этим светом истинным то святые церковь только облеченный им являет собой не свой свет а свет неба солнца правды этот свет которым облечены святые не раз делался видимым для людей на Моисея беседовавшего на Синае с Богом народ даже смотреть не мог такое сияние исходило от него не раз был виден свет вокруг святых монахов не от мирный свет видел например Матавила вокруг своего учителя преподобного Серафима Саровского русского святого 19 века да и вообще всякому неослепшему духовно виден божественный свет святой церкви ее святынь и праведников далее еще описывается не от мирной красоты и слава жены церкви под ногами ее луна под луной можно разуметь подлинный подлунный мир мирскую жизнь изменяющаяся подобно луне все это оказалось под ногами жены то есть побеждается и попирается ею однако в нашем случае солнце и луна не противопоставляются но сопоставляются как взаимодополняющие поэтому более точным будет разумение что и солнце и луна здесь являет славу и красоту церкви солнце как большее светило украшает саму жену луна как меньшее украшает ее подножие святость и свет облекает не только саму жену церковь но и все на что она вступает к чему так или иначе касается глядя на эту жену невольно воскликнешь кто это блестающая как заря прекрасная как луна светлая как солнце но это еще не вся ее красота облеченная в солнце и украшенная луною она еще венчается и звездами небесными и на главе ее венец из двенадцати звезд венец знак победы сплетенный из двенадцати звезд двенадцати апостолов двенадцати догматов апостольского учения как небесные звезды осветили апостолы вселенную светом христово учения увенчанная таким славным венцом церковь победительница побеждает мир и сияясь победа победившая мир вера ваша и врата да не одолеет ее русский писатель Достоевский обронил как-то такие слова красота спасет человека или человечество где же найти эту спасительную красоту она в святой апостольской православной церкви это та жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее двенадцать звезд она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения это о рождении церкови своих духовных чад церкви совершается рождение от воды и духа здесь душевное перерождается в духовных грешных святых церковь матерь всем нам не имеющий матери церкви не может иметь отца своим бога говорил святой киприян карфагенский это духовное рождение людей проходит нелегко как здесь сказано что жена церковь кричала от боли и мук рождения так апостол павел писал галатам дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас христос сколько мук претерпевает пастыри церкви духовно рождая их крещением проповедью наставлениями сколько молитв неусыпного труда надо положить чтобы обратить грешника чтобы преобразить его доколе не изобразится в нем христос имевшие во чреве знают эти боли знаешь ли ты их или в твоем чреве ты копища тленная и света мирская а таковых будет сказано были беременны мучились и рождали как бы ветер спасение не доставили земле правда у самого пророка Исаи эти слова сказаны в несколько ином смысле и другое знамение явилось на небе вот большой красный дракон вместе с первым знамением жены святой Иоанн видит другое знамение знамение красного дракона в противоположность церкви и матери божией теперь является сам сатана это знамение та же как и предыдущее явилось на небе то есть жену облеченной солнцем и красного дракона святой Иоанн видит в одном и том же месте под небом здесь можно разуметь и воздух святой Андрей Кисарийский как и святой апостол Павел пишет о духах злобы поднебесных и о сатане как о князе господствующего в воздухе воздух винае атмосфера сегодняшнее место особого пребывания нечистых духов и сатаны иначе еще видение дракона на небе можно понимать как указание на пребывание на небе лицефера ангела света до его грехопадения когда он еще был херувим осеняющий из сведы огнистых камней знамение красного дракона отличается от знамения жены тем что то охарактеризовано как великое знамение а это просто знамение этим указывается на противоположность являемого здесь а также на то что хотя и страшен и ужасен дракон но все равно велика сила жены церкви и матери божией против него дракон это непосредственно сам сатана и дьявол о чем прямо сказано в девятом стихе поэтому всякие другие толкования видящие в драконе символ чего-то иного например какого-нибудь государства не могут быть приняты это конечно не исключает той мысли что сатана этот красный дракон может действовать через некоторые государства и некоторые государственные деятели интересно народная легенда об императоре Нероне прообрази антихриста и гонителей христиан по которой он в качестве амулета носил шкуру змея и жизнь его когда он был еще младенцем была спасена змеем и в нынешние времена безбожия как большой красный дракон устремляется на борьбу с церковью желая пожрать ее сатана по праву является в виде дракона ведь и змея сатана приступил к деве чтобы искусить ее ко греху впоследствии дьявол является все более мрачным и страшным и потому сравнивается уже не со змеем а с драконом дракон это змееподобное животное отличающееся необыкновенной величиной и силой в народном веровании оно обратилось чудовище страшмилище этот образ нельзя для описания сатаны победа бога над сатаной часто описывается в виде победы над морским чудовищем или драконом так считаем у прока Исаии в тот день поразит господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего и левиафана змея изгибающегося и убьет чудовище морское Исаии 27 1 а вот слова псалмопевца боже царь мой от века устрояющий спасение посреди земли ты расторг силой твоей моря ты сокрушил головы змеев в воде ты сокрушил голову левиафана отдал его в пищу людям пустыни подобно этому видит и святой Иоанн сокрушается сатана красный дракон древний зми богом питаются люди пустыни жена церковь бежавшая в пустыню фараон царь египетский служит священописание часто по образам сатаны так о нем считаем так говорит господь бог вот я на тебя фараон царь египетский большой крокодил который лежа среди рек своих говоришь моя река и я создал ее для себя но я вложу крюк челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих нечистые силы бесы и царство сатаны дракона и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбою рек твоих прилипший к чешуе твоей и брошу тебя в пустыне тебя и всю рыбу из рек твоих ты упадешь на открытое поле не уберут и не подберут тебя отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным и узнает все обитатели Египта все обитатели ада этого греховного мира что я Господь подробное описание этого чудовища мы находим также в книге Иова 40 41 все эти описания свидетельствуют о великой и могучей силе дракона сатаны почему святой Иоанн называет его большим другая характеристика дракона красный означает свет огня этим подчеркивается его ангельское существо ведь он был Дениса сын Зари хирургим осеняющий следы огнистых камней а падшие ангелы сохранили свою природу свое естество красный свет огня указывает также на огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его кроме того красный свет это свет крови и убийства ибо дьявол человека убийца от начала он совратил елу в раю укусить запретный плод и в тот день грех вошел в мир и грехом смерть он был виновен в первом кровопролитии ибо Каин был от лукавого и убил брата своего далее святой Иоанн описывает что дракон был семью головами и десятью рогами и на головах его хен дядим это также соответствует народному представлению о семиглавом драконе чудовище но здесь в апокалипсисе образ семиглавого дракона имеет вполне самостоятельное определенное значение во первых здесь мы видим некоторое сходство с тем что и Христос являлся в виде агнца с семью рогами и семью очами сатана в виде семиглавого дракона представляет собой князя мира сего семь голов означает дьявольскую мудрость века сего им же или же это семь лукавейших сил дьявола противоположных силам духовным семи духом божиим семь даров духа святого исходит от бога именно освящает верующих а в роге же благочестие сказано что семь мерзостей в сердце его притча двадцать шесть двадцать пять которая вложил в него семиглавый дракон в противоположность семи дарам духа святого у сатаны семь мерзостей и семь смертных грехов которыми он совращает и погубляет людей гордость сребролюбие блуд зависть гнев уныние и леность о семи злых духах входящих в сердце человека говорил и Господь Бука 11 26 Кроме того эти семь глав указывают также на семь великих царств в истории человечества через которые сатана особенно устроил свое царство на земле устроял об этих семи царствах подробнее будет разобрано позднее 10 рогов означает могущество дьявола как властителя мира сего перед пришествием антихриста действительно будут 10 царств 10 царей трое из них будут сломлены антихристом а остальные примут его в дальнейшем об этом будет рассмотрено подробнее иначе еще по 10 рогами можно разуметь 10 грехов против 10 заповедей божьих как именно 10 рогов размещены на 7 главах дракона на это в тексте нет никаких указаний и на головах у него 7 диодим диодима как царское головное украшение в отличие от венца победителя употреблялось всегда как символ царской власти и господства так опять сатана предстает как властелина этого мира настоящий греховный венцу князь господствующий в воздухе далее читаем о сатане драконе что хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю 12 4 подобно как 9 10 19 у демонов так здесь у сатаны видим силу его в хвосте как обыкновенный змей дракон действует хвостом так и здесь это можно рассматривать как указание на то что вредоносная сила его разлита по всему его существу а также это показывает его особую мерзость и чудовищность под незвержением драконом звезд на землю описывается первое грехопадение сатаны и падших ангелов звезды в священном писании часто означаются существа неземные небесные ангелы божии люцифер ангел света дениса сын зари говорит сердце своем зайду на небо выше звезд божиих вознесу ангелов престол мой и сяду на горе буду подобен всевышнему так от красоты твоей возгордилось сердце твое от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою зато я бог повергну тебя на землю гордость первое движение греха голова дракона вознесла его превыше звезд божиих ангелов но бог не зрел возгордившегося и тогда при своем падении вознесшийся выше ангелов своих хвостом то есть последним движением греха завистью увлек с неба третью часть звезд оставшихся ниже его теперь уже из зависти он не мог потерпеть что один только он будет повержен на землю на позор и поверг их на землю начал с величественного главы гордости кончил ничтожим хвостом зависти вознесся от гордости выше ангелов падая от зависти увлек их за собой но не все ангелы последовали сатане а только третья часть их это и есть ангелы не сохранившие своего достоинства но оставившие свое жилище так из всех ангелов третья часть превратилась в демонов небожители оказались на земле сменив небесное мудрствование на земное она уже они не могли больше оставаться там где престол божий где святые примирные небесные силы то что сатана увлек своих ангелов и поверг именно сатана на землю можно объяснить существующим мнением что еще до греха падения он был поставлен управлять именно землею а потому именно она и оказалась безвидной и пуста и во тьме ангел света оторвавшись от бога самосущего света превратился в ангела тьмы земля погрузилась во тьму а увлеченные сатаной ангелы оказались под мраком и стали мироправителями тьмы века сего под третьей части звезд можно также разумеется грешивших против одного лица пресвятой троицы и потому ли еще прежде создания мира именно второму лицу троицы сыну божию было предопределенно совершить спасение и победить сатану что именно против него восстал лицефер заря происходит от солнца но не захотел ли сын зари стать выше произведшего зарю солнца правды христа сына божия еще одно значение можно усмотреть в этом знамении порог даниил подобными словами описал войну сирийского царя антиоха эпифана 175 164 года до рождества христова с израильтянами и вознес антиох до воинства небесного израильтян и не зрел на землю часть его воинства и звезд и поправых и даже вознесся на вождя воинства всего Даниила 8 10 подобно этому и сатана древний змей после того как ему на Голгофском кресте была сокрушена глава ополчается бранью на новозаветний Израиль на христиан которые по просвещению святом крещении образно названы звездами и как некогда сатана с неба поверг на землю часть ангелов так и теперь движением хвоста повергает неутвержденных христиан от небесного мудрствования к земному антиох епифант был также прообразом на антихриста поэтому здесь можно особенно разуметь совращение верующих при антихристе дракон сей стал перед женою которой надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца разумея под женой причистую деву Марию мы видим здесь указание на рождение ею божественного младенца Иисуса Христа дели еще только надлежало родить а дракон сей уже стал перед женою дабы когда она родит пожрать ее младенца о том что семья жены сокрушится от они головы он знал еще из Эдема из пророчества данного богом знал он это из многочисленных пророчеств и прообразований ветхого завета знал может быть и непосредственно от бога или ангелов его его древний змей дракон стал чтобы жалить в пяту он зорко следил за всем происходящим и всячески стремился не допустить появления в мир спасителя вот наконец он видит что дева приняла в отреве от духа святого и ей надлежит родить сдрогнул сатана и понял что грядет в мир сокрушитель его главы тогда в неутомимой ярости он становится пред женою чтобы когда она родит пожирать ее младенца он не может предотвратить рождение младенца но надеется его пожирать он занимает все места вриемской гостинице чтобы младенец родился в суровых условиях и возможно не выжил он подвигает сердце царя ирода истребить четырнадцать тысяч младенцев в Вифлееме во всех пределах его чтобы уничтожить одного как страшный искуситель он встречает вышедшего из яорданских вод мессии чтобы соблазнить его он стремится пожрать его руками иудеев прибегает к помощи римлян входит в сердце апостола иуды пригваждают христа на крест запечатлевают его в огробе как страшный дракон ищет его крови ищет пожрать его разумея партеной церковь мы видим здесь как дьявол препятствует духовному рождению чад церкви пожрать как и в первом петра 5.8 означает нравственно развратить и духовно погубить свою работу над погублением возрождаемой церкви души лукавый начинает достаточно рано еще только надлежит родиться духовному младенцу а он уже стоит и ждет человек идет ко христу церковь уже в болезни готовится родить человека для вечной жизни а уже он ждет чтобы предотвратить духовное рождение тогда он стоит и ждет чтобы сразу же сначала погубить еще неокрепшего младенца потому и апостол печалился я обручил вас единому мужу чтобы представить вас христу чистою девою но боюсь чтобы как змей хитрости своей прелестил еву так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во христе христос иначе бабка не соглашается лечить заговаривать вот он змей ожидающий когда родится младенье чтобы сразу его пожрать только родится душа для вечности сразу несут ее к прискверному излечив тело оскверняет душу нечистой силой и родила она младенца мужеского пола которому наплежит пасти все народы жезлом железным и восхищено было дитя ее к богу и престолу его дитя